В эфире библейский портал Экзегет. К нам пришел вопрос, жениться ли не по любви, а потому что пора? Конечно, лучше жениться по влюбленности. Не скажу по любви, по влюбленности. Любовь – это дар Божий, который придет в семью и будет приходить все в большей и в большей полноте год за годом, вслед за созданием и трудом над созданием христианской семьи, над совместной молитвой, над смирением друг перед другом, над служением друг другу. Любовь все будет расти и расти. Можно ли жениться без влюбленности? Можно. И в традициях архаичного традиционного общества, допустим, в XIV веке, в IX веке, очень часто родители находили невесту, и он первый раз увидел на помолвке. И такое было. И сложно ли это? Сложно. Это сложно, потому что это мина замедленного действия. Потом, когда у тебя начнутся какие-то неприятности в семье, нестроение с женой, обязательно появится рядом кто-то, кто будет казаться значительно лучше. Почерк-искуситель узнается всегда, потому что при проявлении внутреннего врага появляется и внешний, который бьет в ту же точку в стене или открывает те же самые ворота. Но христианская семья — это где любовь принимается как дар. Поэтому, конечно, можно жениться и так. Можно жениться и так, просто должна быть добродетельная христианка. Вы знаете, одному очень известному московскому священнику задали такой вопрос. Мама моя была свидетелем, он сидит после службы. Майский, последний воскресный день, уже настало. Лето по погоде, в храм, не замечая очереди, желающих задать вопрос батюшке, врывается пара, держащаяся за руки слегка одетых молодых людей, и громко задает ему вопрос. Батюшка, как построить счастливую христианскую семью? Батюшка понимает, что нужно разговаривать две недели об этом. Сначала о том, что такое христианство и прочее. А времени и возможности нет. Он говорит, нет ничего проще. Берешь хорошего христианина и хорошую христианку. Получается, хорошая христианская семья. Поэтому в исполнении заповедей, в служении мы спрашиваем благословение у Бога. А счастливая супружеская жизнь, семейная, вы знаете, это дар Божий. Жена добродетельная, говорит премудр Иисус, сын Сирахов. Жена добродетельная радует своего мужа, и лета его исполнит миром. Добрая жена счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа. Добрая жена – это дар Божий. В удел боящимся Господа. А дар Божий дается в чистые руки. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был счастливый брак, во-первых, храните себя в чистоте до брака. Тогда Господь сможет вам подарить доброго мужа и добрую жену. Вот иначе как вам доверить такое очень редкое сейчас сокровище? Вы же его испоганите, разобьете. И молитесь семье вместе, созидайте семью, как малую церковь. И Господь будет с вами, и все восполнится. Вы знаете, я могу сказать, что очень большое число священников именно так и женаты. Потому что к ставленнику в иереи, в дьякона, а потом в иереи, предъявляются очень жесткие канонические требования. Он должен быть целомудренным, девственным до брака, и жена его должна быть таковой. Конечно, бывает, что человек пришел к вере или воцерковился уже после того, как наломал множество дров по юности. Но большинство семинаристов – это люди целомудренные. Причем на уровне помыслов. Чтобы появился помысл какой-то девушке, понравилось. Он сразу раз пошел, а сороковоз за нее подал. Господи, отними, пока рано. Пока надо учиться. А потом приходит время, и он женится. И он спрашивает себе жену. И, конечно, он не разбирается в том, что такое женский пол. Вообще никак. Он никогда не касался. Никак. Господь дает ему хорошую жену. Очень много знаю таких семей. Там не всегда хороший характер у жены. Бывает это и, знаете, такой закопанный танк, что называется. Стерва такая, что… Но тут он воспринимает это как промысл Божий. Я знаю много священников, которые женаты на стервах. Но они их бесконечно любят. И это очень хорошие священники. Потому что ему уже даже не важно, какой у него характер. Вот это его жена и все. Он верен абсолютно. Он даже в мыслях не может себе представить кого-то другого. Счастливые люди. И он счастлив, и она счастлива. Понимаете? И дети хорошие. И ни одного нет хорошего священника, который не нес бы какого-то креста, я вам скажу. Вот в которого не был бы вбит где-то в его самую сердцевину животворящий крест Господень. Потому что когда крест принимается, он становится животворящим. И нет ни одного священника, который может понять страдающего другого человека, если сам не страдал. Поэтому каждому батюшке что-то дается. И вот сложная жена, это очень часто такой сюжет, понимаете. Но это все очень хорошие священники. Так что возможно построить. Но вопрос не о священниках. Лучше, конечно, чтобы вы хорошо знали человека. Отец Иоанн Крестьянкин просил в течение года или двух лучше знакомиться. Потому что должно быть сочетание духовное. То есть вы должны быть с ней одной веры. Когда жениха и невесту священник, взявший за руки соединенные, водит вокруг аналоя. Трижды с пением стихов библейских. И это символ их единства. В чем? Их символ единства в том, вокруг чего их водят. А их водят вокруг Евангелия. То есть их единство зиждется на том, что там написано, на заповедях Божьих. Вот если для него это самое главное в жизни, а для нее это просто одна из книг, то христианского хорошего брака не получится, даже если он очень в нее влюблен. То есть должно быть духовное единство, должно быть единство веры. Должно быть желательно душевное единство, единство интересов. Должны быть какие-то общие интересы, поэтому желательно, чтобы жених и невеста были из одного круга. Какие-то определенные общие договоренности, всем понятные. Ну и желательно, чтобы и телесные стремления тоже друг к другу были, чтобы внешние люди друг другу нравились. Потому что человек и духовен, и душевен, и телесен. Тогда это будет крепкий брак. Но повторюсь, что все зависит не от того, с чем они придут к венцу. Я не имею в виду здесь веру и доверие Богу. А из того, как они будут трудиться после. Потому что это огромная работа, счастливый брак. Это счастливая работа, это прекрасная работа. Но это труд прежде всего над собой. Это не он исправляет ее, а она пилит его и вытачивает то, что надо по своему желанию. Хотя это происходит и без желания. Это каждый из нас работает над собой. И исправляет себя для того, чтобы мой любимый или моя любимая была еще счастливее. Продолжение следует...